Сдать внешнее независимое тестирование дело непростое. В конце концов, это срез за все годы обучения в школе. Подготовиться заранее можно, но предугадать все тонкости нельзя, не говоря уже о психологическом состоянии. Учитывая это, в региональном центре оценивания качества образования проводят пробное тестирование. Оно будет проходить так же, как и основное, только в апреле. 10 января началась регистрация, но это регистрация, еще раз подчеркиваю, именно на пробное внешнее независимое оценивание, которое будет проходить у нас в апреле. То есть 1 апреля и 8 апреля. 1 апреля будет украинский язык и литература, 8 апреля все остальные предметы. Чтобы стать участником пробного внешнего независимого тестирования, достаточно зарегистрироваться на сайте Одесского регионального центра оценивания качества образования. Заходите на сайт Одесского регионального центра, прямо на главной страничке есть кнопочка регистрация. Вы заходите на эту страничку и там есть инструкция, выполняя которую вы пройдете полностью всю регистрацию, никуда не выходя, как говорится, из дому. То есть все проходит в электронном режиме через сайт Одесского регионального центра. В отличие от основного, пробное оценивание платное. Его цена составляет 129 гривен за два экзамена, но полученный опыт трудно будет оценить в денежном эквиваленте. Когда вы заполнили все регистрационные формы, значит у вас появляется регистрационная карточка, в которой указаны уже распечатанные квитанции на оплату двух предметов. То есть вы можете выбрать только два предмета из 12, украинский язык и литературу, и второй предмет по вашему выбору, любой из этих оставшихся. Значит, вот эту карточку нужно распечатать и с этими квитанциями пойти в банк и оплатить стоимость пробного тестирования. В этом году она составляет 129 гривен. Задания на пробном тестировании будут отличаться от основного, но структура, формат и система оценивания будут такими же. Дальше процедура точно такая же, как и на основном тестировании. То есть абсолютно один к одному технология соблюдается. Но единственное, что не будет технологического перерыва, по которому идет проверка металлодетектором, проверка шпаргалок, недозволенных речей и так далее. Потому что, ну в принципе, на пробном тестировании не нужно. Это для вас важно. Оно нигде не учитывается. И только вам самим, наверное, будет интересно узнать уровень ваших знаний. Задания, которые будут предлагаться на пробном, они аналогичные тем, которые будут предлагаться на основном. Я не говорю, что они будут точно такие же. Но по структуре задания, по количеству заданий, по баллам, по которым оценивается каждое задание, это будет абсолютно все один к одному, как будет на основное тестирование. В региональном центре оценивания качества образования подчеркивают, регистрация на основной экзамен начнется только в феврале. Еще раз подчеркиваю, пробное ЗНО – это репетиция, как бы генеральная репетиция перед основным ЗНО. Поэтому, если вы зарегистрировались на пробное, это не значит, что вы автоматически будете зарегистрированы и на основное ЗНО. Регистрация на основное ЗНО у нас начнется в феврале. Регистрация на пробное ЗНО является необязательной. Сдавать его или нет – выбор каждого. Тем не менее, если вы хотите заранее попробовать свои силы и почувствовать на себе, как будет проходить основной экзамен, вам следует пройти регистрацию.